Доброе всем время суток. Я бы хотел сказать несколько слов про недельную главу Шофтим и посмотреть на нее под несколько другим углом. Во-первых, на первый взгляд недельная глава говорит о законах, как говорит Сфорнагра и другие комментаторы, связанных с лидерами еврейского народа, с судьями, с царями, с шатрим, то, что сейчас называется полицейские, то есть какие-то промежуточные звенья, которые тоже называются enforcement officers, те, кто приводит к выполнению закона. Мне казалось бы, это технический в некотором смысле закона, как сказано Шофтим, вы, что тримте тен лхабы, коль шареха, а шарашем лукеха, но тен лхали шватеха. Судей надсмотрщиков поставь себя во всех вратах твоих, которые Всевышний дает тебе для колен твоих и т.д. И я помню 92-93 год, как я изучал трактат Сен-Гедрин. Часть, я не изучал в то время весь трактат. И меня все удивляло, почему мы тратим столько времени на эти законы. Вы знаете, что есть Сен-Гедрин, в котором есть 70 судей, членов Сен-Гедрина и еще, так сказать, его председатель, то есть 71, и он был при храме, и это такое число, которое не может разделиться поровну, и поэтому всегда принималось какое-то решение. Был суд из 23 судей, который мог принимать решение, вот то, что называется Динейн и Фашот, который обычно был в каждом городе, по крайней мере, в пределах Арыс-Исраэль. И его тоже нету, потому что мы не можем принимать такие решения. И в наше время мудрецы установили, есть суд из трех судей, которые решают в основном имущественные вопросы. И в Галахе тоже есть такое понятие арбитраж, когда обе стороны согласны, чтобы какой-то человек принял решение объективное, они, так сказать, соглашаются песню, то может даже один человек принять, так сказать, сделать арбитраж и решить, кто прав, кто не прав. Теперь есть законы, связанные с царями. Это очень сложный тем, что такое царь. Потому что мы верим и молимся, что государство, построенное на Торе, вернется. И что это такое, как это хорошо, это плохо, что это абсолютная монархия, или может быть даже республика, или какая-то полудемократическая структура может называться Малхут. Это очень непростая галактическая тема, которая обсуждалась еще давно, с того момента, как эти вопросы поднимались. Я бы только приведу, что Оборванель, помните, который возглавлял евреев Испании в 15 веке, в конце 1492 год, в конце 15 века, он уже тогда, по-моему, в Венеции появились первые такие республики, более-менее похожие на то, что есть в развитом западном мире. Он говорит, что такая структура тоже может подпадать под понятие царства, под понятие Малхут и т.д. И есть разные мнения. Это не тема нашего урока. Я думаю, что эти законы важны, потому что это связывает нас с заповедями, которые мы не можем выполнить, потому что нет для этого условий. И это показывает, что есть такое понятие Лешма, изучение Торы ради изучения Торы. То есть это меня всегда удивляло вот тогда, в девяностором году, потому что тогда и, может быть, сейчас, казалось бы, мне нужно было знать больше таких практических вещей, но каждый раз, когда вы изучаете Тору ради самой Торы, в этом есть тоже огромное значение. Тем не менее, тема нашего урока состоит в следующем. Очень интересно, что здесь сказано, что в Тиме, что Трим Титен Лха, в единственном числе. То есть судей и надсмотрщиков поставь себе, каждый человек. Теперь, как я могу поставить себе судей и надсмотрщиков, как это связано с моей жизнью. И даже во времена храма, я, так сказать, не знаю в деталях, как выбирали членов Сен-Ядрина, но были какие-то механизмы, и люди обсуждали, но не то, что каждый человек их выбирал. Да, и судей сейчас тоже не каждый человек выбирает. Почему это сказано Лха, в единственном числе каждый человек. И здесь есть очень интересная параллель. И с точки зрения представителей движения, которое называется Бали-Мусар, раввинов не хасидского направления, в основном конца 19 века, 20 века, которые говорили о том, как человек должен себя вести. Мусар, этика, как это иногда переводится, и движения хасидских мыслителей, особенно Робин Ахман из Браслова, одинаково видят этот момент. И, так сказать, одной и той же гранисти, но с двух полюсов, скажем так. И я думаю, что это очень интересный момент. И оба они говорят, что Титен Лха, кроме прямого значения, и, как мы говорим, все, есть прямое значение, которое нужно знать, кроме прямого значения, почему Торе так важно обсуждать все эти детали? Потому что каждый из нас является судьей в чем-то. Мы судим, у нас есть, как говорится по-русски, суждение. Мы выносим суждение, мы выражаем свое мнение. Да, мы кого-то осуждаем, мы кого-то, наоборот, восхваляем, мы кого-то, так сказать, поддерживаем. И даже в жизни мы принимаем какие-то решения, у нас есть суждение. Да, и когда мы выносим эти суждения, мы являемся судьями. И в некотором смысле эти законы тоже связаны с нашей непосредственной жизнью. И особенно то, что здесь сказано, лотта кирпаним, будь объективным. В лотте как шохот. Киа шохот, я вера на хохамим. Если вы думаете, как говорили в Одессе, что вы такие умные, и что вы всегда принимаете правильное суждение, то, как здесь говорит Торрес, взятка ослепляет. Какая взятка? О чем идет речь? Ханан Вассерман писал, что каждый раз, когда у вас есть какой-то личный интерес, какое-то желание, какое-то стремление, это как бы является взяткой для вашего разума. И поэтому суждение, которое вы выносите, может подвергаться очень серьезному изменению, влиянию или фильтру. Его спросили, как может быть, что если суждение Всевышнего так просто понять, было примерно в 20-е годы 20-го века, то почему так много образованных людей, мы даже вот считаем, что 13-летний ребенок, начинает выполнять медсводы, должно быть для него очевидно. А почему такие как бы нобелевские лауреаты, профессора не видят этого, не понимают этого? Так вот это то, что он сказал, что наши стремления, наши желания могут нас ослеплять. И мы это видим очень часто в той или иной степени. Кроме того, что это известный вопрос, насколько наши суждения объективны. Я уверен, что если бы я родился на 200 лет раньше, или кто-то бы родился в Северной Корее, или в Иране, или в каких-нибудь амазонских племенах, то он видел бы вещи и выношил суждения о тех же вещах и ценностях совершенно по-другому. Безусловно, есть влияние среды, которое на нас влияет, и безусловно, наши желания и стремления тоже на нас влияют. И поэтому нужно, как здесь говорится, идти к людям, которые называются «шофетши е бая мима ем», к суде, который будет в то время. Почему? Понятно, что нельзя прийти к суде, который жил там тысячу лет назад, или будет жить через 100 лет. Можно прийти только к тому суде, который есть. Почему сказано «в то время» под бая мима ем? Потому что иногда нам кажется, что если бы у нас были такие люди, о которых мы читаем в книжках, или если бы я был бы в другое время, в другой среде, или если я был бы другой, потому что я тоже как судья, и как рабинах, мы об этом будем говорить, тоже как царь. Я управляю какими-то вещами, я есть свобода выбора. Так вот, может сложиться впечатление, что как, я не гожусь в подметке вот таким настоящим судьям, настоящим людям, гигантам, так сказать, духа. Может быть. Но Всевышний вас поместил здесь, в это время, в эту среду, с этими проблемами, потому что ему важно, какое суждение вы примете. И то, что говорят мудрецы, что Шмуэль Бедорок и Евтах Бедород, дословно Шмуэль, пророк Шмуэль, которого сравнивают, которого как бы аллегорически говорят, что он был как Моше и Арон вместе, он в своем поколении имел такую же важность, как Евтах, который тоже был замечательным человеком, и у него были недостатки, один из последних судей Израиля в конце книги Шофтим. Для его поколения, которое очень отличалось от поколения Шмуэля, он имел такую же важную роль, его суждения и решения были так же важны, как решение Шмуэля. И перенося это к нам, у нас у всех есть какие-то недоработки, недостатки, неполадки в пробирной палатке, но для Всевышнего очень важно, что мы делаем в наше время, какие суждения мы принимаем, так же важно, как решение великих людей. И это может быть кажется так немножко громко сказано, но это то, что, насколько я моему скромному пониманию, то, что имели в виду мудрецы. Теперь, мы все живем в некие сумасшедшие времена, я бы сказал, все это чувствуют. И как улучшить положение? Так вот, очень интересно, Сфорно говорит на этот пасук, после того, как Тора обсуждает заповеди, связанные с каждым, так сказать, человеком, она обсуждает лидеров. И даже есть не от храма, те, кто выполняют их функцию к связи со Всевышним, обучению людей, каким-то духовным вещам. И даже, в некотором смысле, гогейдиот, то, что называется. В практическом смысле, конечно, люди связаны с Торой. И он говорит, «Веневи им», те, кто, так сказать, формируют, а это вот тоже, так сказать, гогейдиот, а те, кто формирует выразители, так сказать, чаяния общества, те, кто формируют, влияют на мысли и устремления людей, дословно, «Вим» — это пророки. Но я бы даже сказал, что в нашей, может быть, аналогии, может быть, так сказать, эксперты. Сейчас у нас нет пророков. Вот. И сфорно говорит потрясающую вещь. Несколько словами. «Ашэхбати кунамьи туканы ньянаамон». Потому что, знайте, что если у вас будут справедливые судьи, у вас будет отсутствие коррупции, у вас будет справедливая власть, да, и искреннее служение Всевышнему. Он сейчас объяснит, как. И правильное, так сказать, направление, хорошее устремление в обществе. Вот это вот исправит положение каждого человека. Да, как здесь говорят «симпл джо». «Иньянаамон» простого человека. И он приводит отрывок из пророка Цфании, третья глава, «Псуким Гималавы Далит». И Цфания говорит, Цфания – это один из пророков, который называется «Триасар». Да, есть так называемые «малые пророки». Это пророки, которые после, так сказать, отдельных книг, Ишаяу, Ирмияу. Есть «малые», так называемые пророки. Цфания – это один из них. И Цфания говорит «Сария бекерба арает шуагим». Сарим – это принцы, обычно в то время какие-то правители, в наше время это, интересно, министры. И он говорит, среди народа вот эти правители как арает шуагим, как рычащие львы. И это переводится или что они просто разорвут в кулачки, не подумая какого-то более слабого политика или вообще более слабого человека, без каких-то задней мыслей. Или друг на друга они, у них нету какой-то, так сказать, профессионального отношения к другу, они друг на друга смотрят, как рычащие львы, готовы разорвать друг друга в куски. Шофте заявей эров, а судьи как волки, у них есть волчий оскал, и я не буду это комментировать, какая-то у них есть вот, казалось бы, судья, он должен, он представитель Всевышнего, да, у него должна быть какая-то святость, какая-то связь со Всевышнего, а вот эти судьи, они как волки. Как он говорит, заявей эров, логармула бокер, что они даже костей на утро не оставляют, что они все как бы сгрызают моментально, тебя сожрут там с потрохами, засудят, так сказать, с потрохами, навиэйга пухазим, и пророки, те, кто выступает как пророки, да, те, кто определяют, так сказать, сознание, так сказать, мнение общества, так сказать, все такое, указывают общество, куда идти, пухазим, как от скром переводит, вёрстлес, бессмысленные какие-то, выглядят как-то, так сказать, ничего не стоит. айшей бухдут, и они, на них нельзя полагаться, дословно предатели, аншей бухдут, нельзя на них полагаться, куаним хэлэлу кодыш, и те, кто служат Всевышнему, они просто оскверняют святость, хамсу тура, дословно ограбили Тору, хамас, не хамас, который в Газии, а хамас хэд, помните, маларец хамас, в главе Ноах, они или, так сказать, просто грабят через Тору, у них своя какая-то политика, личная возня, грязные дела, и они через Тору, так сказать, грабят, или они, так сказать, грабят людей не каким-то, так сказать, каким-то искривлённым пониманием, каким-то неправильным, неискренним соблюдением и объяснением Торы, есть разные комментарии, но в любом ситуации, когда такая нерадостная картина, то, луи туканы, не омон, то всё общество страдает, и в конечном итоге всё общество переживает какие-то кризисы, и поэтому, как говорят по-русски, рыба тухнет с головы, если мы хотим улучшить общее состояние общества, нужно посмотреть на лидеров, и на, так сказать, то, что называется МОСАД, или МИМСАД, на весь этот, то, что говорят по-английски, по-русски институт, то есть, как устроена судебная система, как устроена власть, да, как устроена, так сказать, духовная жизнь общества, если там какие-то изъяны, да, то есть, что-то вот, я не хочу, так сказать, даваться в детали, я думаю, что это очевидно. Теперь, Раби Нахман говорит очень интересную вещь, в нашей главе сказано очень интересное заповедь о назначении еврейского царя, это стоит отдельного урока, что это такое, Тор говорит, если ты скажешь, поставь царя, то поставь его, и есть вопрос, может, что такое Кихоля Гоим, как все народы, может ли еврейский царь просто быть как царем у других народов, Тора, с одной стороны, говорит, что ты можешь поставить царя, но, с другой стороны, царь должен, все время он должен был написать маленький свиток Торы и носить его при себе, так сказать, в кармане пиджака, как мы могли бы сказать, чтобы показать, что он находится под законом Тора, это был огромный хидуш, в то время и даже до сих пор во всем древнем мире царь определял, что такое хорошо и что такое плохо, царь определял законы, да, а в Торе царь подчиняется Торе, он не стоит над Торой, и даже когда он молится Шмунайсу, он всегда должен быть согнутым, помните, мы делаем поклон в первое благословение, царь должен быть все время согнутым, все молитву Шмунайсра, чтобы показать, чтобы принять, так сказать, предоставление, как Торой говорит, Ром Левого, чтобы у него не было надменности, хотя мы знаем, что власть развращает, абсолютная власть развращает полностью, полная власть развращает полностью, и поэтому Тора, так сказать, предостерегает очень серьезно, чтобы этого, не дай Бог, не произошло, и у него не должно быть слишком много жен, слишком много лошадей, что, так сказать, я бы сказал, были машинами того времени, или какой-то роскошью, это, так сказать, Кесов Везаав, Лояр Белло, у него не должно быть какой-то, так сказать, ненужной, излишней роскоши, он должен вести себя достойно, он должен выглядеть прилично, для царя, по стандартам царя, но излишней помпезности, Версаль он не имеет права строить, вот, и мы знаем, что царь Соломон, который Всевышний дал мудрость, он решил, что со своей мудростью, у него нет такой опасности, и поэтому у него было много лошадей, много жен, и очень, так сказать, много имущества, скажем так, и это, к сожалению, обернулось не очень хорошо, для него и для всего народа, помните, он поднял налоги, им было все входить, и, может быть, он сделал правило, он строил храм, но его сын не мог этим правильно распорядиться, народ раскололся, и дальше, так сказать, это был пик, и дальше пошел спад в еврейской истории, который привел к разрушению храма, так вот, это видение, Раби Нахман говорит, при всем при этом, каждый человек царь, как говорит царь Соломон, и я царствовал над своей тростью, Маклова, то есть, Медрас говорит, что он какое-то время лишился своего статуса, но практически каждый из нас, который, как бы, может ходить с палочкой, то есть, он куда-то еще может что-то делать, он принимает решения, он царствует над своими решениями, и поэтому этот же принцип важен и для нас, да, то есть, мы должны понимать, что мы находимся под законом Тора, да, то есть, вот эту связь, рум-ливаво, чтобы не было надменности, это очень важный принцип, и это не так просто, не так просто этого достичь, и не случайно наша недельная глава тоже связывает эти законы с законом Медового поклонства и ухода от Всевышнего, потому что, если мы не сможем это сделать, то есть такая опасность, и последнее, это очень интересный закон о войне, да, когда Куэн Машок читает свою речь перед солдатами, которые идут в бой, дальше, надсморщиками говорят, кто построил дом, можете домой, кто боится, можете идти домой, я пропускаю, и т.д. Это очень странная вещь, теперь есть общий закон, что речь идет только о необязательной войне, да, то есть, опять же, есть разное мнение, может ли быть обязательная война в наше время, но по простому Рамбам говорит от Салат Исраэль, Мияд Сар, если, так сказать, идет погром на, так сказать, уровне народа или там, на уровне общины, то нужно защищать себя всеми доступными физическими средствами, это митцва, от Салат Исраэль, спасение евреев, и к этой войне это не относится, все идут в бой, но Рабин Ахман говорит, что, опять же, аллегорически речь идет о нашей войне с нашим злым началом, который особенно проходит в месяц Илуль, в котором мы находимся, и нужно понимать, что даже если нам кажется, что нам тяжело победить, всегда можно полагаться на помощь Всевышнему, и чем ближе мы к Всевышнему, тем ближе эта помощь, если мы посмотрим в Танахе рассечение моря, гибель египетской армии, победа евреев над Сихоном и Ногом, потом книга Юшо, евреи близки Всевышнему, получудесное заваливание Эра Цесраэль, и даже еще в эпоху судей, в книге Шофтим есть история Гедона, когда Мидианиты, это народ соседний с Древним Израилем, нападали на евреев, сжигали их поля, то есть они как не просто грабили евреев, но что они не грабили, они сжигали, а если человеку нечего есть, то семья голодала, могла умереть, и Гедон был простым, так сказать, колхозником, простым фермером, и Всевышний к нему обратился, сказал, победи, давай, так сказать, у тебя есть миссия победить медианитов, которых было 135 тысяч человек, профессиональная армия, огромное число, для того времени это было 2600-700 лет назад, огромная армия, профессиональная, это вот фермер, Гедон, и Гедон собрал, тогда не было царя у евреев, это я просто объясняю, почему евреи хотели царя, он собрал 30 тысяч человек, примерно, и он сказал им, кто боится, идите домой, и осталось 10 тысяч человек, примерно, что-то вроде этого, Всевышний сказал, это слишком много, он дал ему знак, и из этих, так сказать, богатырей, осталось 300 человек, 300 человек против 135 тысяч человек, и Всевышний сделал чудо, они ночью затрубили в шафары, там разбили, какие-то глиняные сосуды, с факелами пронеслись рядом с этой армией, и в то время, каждая, так сказать, дивизия, у нее была отдельная, так сказать, отдельная труба, и поэтому Гедониды подумали, что если 300 шафаров, 300 труп трубят, то значит, их атакует огромная армия, из 300 дивизий, они побежали, было ночью темно, Всевышний сделал чудо, и евреи выиграли. Уже, после разрушения первого храма, мы видим, что это не так все просто, что Маковеи, воевали очень тяжело, 25 лет, многие погибли, и даже не было полной победы, они платили дань, они вели переговоры, это не все так, как мы говорим в Хануку, что они осветили храм, все было хорошо сразу, и после этого мы видим поражение Баркохбы, разрушение второго храма, и тем более, чем дальше мы, так сказать, от этих времен, тем, как бы, наша связь со Всевышним, она ослабевает, ослабевает, и поэтому, как бы, мир становится более материальным, и наша война, она такая более тяжелая, кровоплодительная, более материальная, насколько я понимаю, у Раби Нахмана это относится к нашей духовной борьбе в какой-то степени, если мы отдалены от Всевышнего, то это будет намного более тяжелая борьба, с намного меньшими результатами, как мы можем победить, как мы можем улучшить себя в месяц, это если мы приблизимся к Всевышнему, если мы приблизимся к Всевышнему, как, например, в истории с Гедоном, да, это был отдельный человек, что даже он был фермером, и даже он, так сказать, совершенно не имел подготовки, и совершенно, так сказать, казалось бы, численно совершенно дикое соотношение, 300 и 135 тысяч, если мы близки к Всевышнему, мы можем достичь огромных духовных высот, чего я всем желаю, месяца и лути, спасибо.